Веки нашей эры, к которому относятся затонувшие сокровища, Кесария была местной столицей Римской империи в Иудее, а местный порт был ключевым центром римской экономической деятельности. Неудивительно, что именно в этом городе встретились различные культуры и религии, включая традиционные римские верования, иудаизм и христианство. По словам Хелены Соколов, куратора отдела нумизматики Израильского управления древностей, IAA, которая исследовала кольцо доброго пастыря, новая находка подтверждает значение Кесарии как одного из самых ранних центров христианства. Сокровище Кесарии и кольцо доброго пастыря Израильские исследователи, работающие с IAA, наткнулись на сокровища, спрятанные в затонувшем 1700 лет назад корабле. Среди находок были римские монеты III века, что значительно облегчило определение возраста затонувшего судна. Помимо монет, на месте были найдены бронзовая фигурка орла, ритуальные колокольчики, использовавшиеся для отпугивания злых духов, фрагменты керамики и резные фигурки в театральных масках, напоминающие актеров пантомимы. Кольцо доброго пастыря Археологов привлекли, в частности, два предмета. Один из них был красным камнем, скорее всего, из кольца, на котором была вырезана лира. В греческой мифологии это символ Аполлона, а в еврейской традиции он ассоциируется с арфой Давида. Второй примечательной находкой стало золотое кольцо доброго пастыря. Добрый пастырь – это образ, изображающий молодого человека, пастуха, с ягненком на плечах. Этот образ присутствует в раннехристианской символике, изображающий Иисуса как заботливого пастуха, присматривающего за своим стадом и направляющего тех, кто в этом нуждается. Но найти его на кольце – редкость, признается Хелина. Принадлежал ли перстень доброго пастыря-женщине? По мнению исследователей, кольцо, вероятно, принадлежало богатой римлянке, жившей или часто посещавшей Кесарию и ее окрестности. В III веке христианство в Риме все еще исповедовалось – подпольно. Однако власти империи того времени были относительно терпимы к новым формам поклонения, включая поклонение Иисусу. Это может объяснить, почему женщины не боялись носить кольцо. Кольцо доброго пастыря. Это был период, когда христианство только зарождалось, но определенно росло и развивалось, особенно в смешанных городах, таких как Кесария, объясняет Соколов. Еще одно сокровище, найденное совсем рядом. Неподалеку от затонувшего судна римской эпохи водолазы Ай-Ай-Ай обнаружили второй корабль. В нем они нашли около 560 монет XIV века, происходящих из мамлюкского султаната, мусульманского государства, существовавшего в Египте с 1250 по 1517 год. Именно нападение мамлюков привело Кесарию к окончательной катастрофе. Потрепанный крестовыми походами, он был полностью разрушен в 1265 году, корабли мамлюков, вероятно, были уничтожены штормом. Вероятно, они стояли на якоре на мелководье у берега, когда столкнулись с трудностями при продолжении плавания или попытке спастись от ухудшающейся погоды. «Моряки хорошо знали, что швартовка на мелководье за пределами гавани опасна и может закончиться катастрофой», объясняет Якоб Шарвид из отдела морской археологии Ай-Ай-Ай. Эти открытия не являются концом подводных исследований. Директор Ай-Ай-Ай-Ай-Ай-Элес Козидо сказал, что ведомство проводит дальнейшие исследования для обнаружения и спасения любых подводных памятников. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Josh Club и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.